«В тени Чернобыля» – подлинная история пожарного Василия Игнатенко и его преданной Людмилы. Последний эпизод сериала «Чернобыль» вышел 3 июня, но разговоры об этом шедевре телеканала НБО и британской телесети СКУ не утихают до сих пор. Зрители активно обсуждают события, описанные в сериале, находят в нем киноляпы и делятся своим мнением о произошедшей трагедии. Если верить комментариям, то особенно впечатлила публику история пожарного Василия и его жены Людмилы, которая до последнего находилась с мужем в больнице, несмотря на то, что врачи строго запретили к нему приближаться. Но оказывается, что сериал передает любовь и переживания этой пары очень поверхностно. Они познакомились в Припяти. 18-летняя Людмила и 20-летний Василий. Девушка родилась и выросла в украинском городе Галич, Ивано-Франковской области, а в Припять попала по распределению после окончания кулинарного техникума. Василий Игнатенко был родом из белорусской деревни в Брагинском районе. Получил профессию электрика в Гомеле. Работал в Бобруйске, откуда и был призван в армию. Служить ему довелось пожарной части в Москве, а после демобилизации стал работать по специальности, полученной в армии. Работу нашел в Припяти, всего в 40 километрах от родного села. В первую же встречу Людмила удивилась, насколько новый знакомый и разговорчик. Он все время рассказывал какие-то истории и беспрестанно сыпал. В тот вечер он пошел ее провожать. Это была первая любовь. Но тогда она даже не догадывалась, насколько сильной она может быть. Через три года Василий и Людмила поженились. Жили в общежитии, прямо над пожарной частью. Строили планы, мечтали о детях. Они прожили три года и не успели даже насмотреться друг на друга. Все время ходились, держась за руки и признавались друг другу в любви. Из воспоминаний Людмилы Я не знаю, о чем рассказать. О смерти или о любви. Или это одно и то же? О чем? Мы недавно поженились, еще ходили по улице и держались за руки, даже если в магазин шли. Я говорила ему, я тебя люблю. Но я еще не знала, как я его любила, не представляла. Жили мы в общежитии пожарной части, где он служил, на втором этаже. И там еще три молодые семьи, на всех одна кухня. А внизу, на первом этаже, стояли машины. Красные пожарные машины. Это была его служба. Всегда я в курсе, где он, что с ним. Среди ночи слышу какой-то шум. Выглянула в окно. Он увидел меня. Закрой форточки и ложись спать. На станции пожар. Я скоро буду. Самого взрыва я не видела. Только пламя. Все словно светилось. Все небо. Высокое пламя, копоть. Жар страшный. А его все нет и нет. Копоть от того, что битум горел. Крыша станции была залита битумом. Ходили, потом вспоминал. Как по споле. Сбивали пламя. Сбрасывали горящий графит ногами. Уехали они без брезентовых костюмов. Как были в одних рубашках, так и уехали. Их не предупредили. Их вызвали на обыкновенный пожар. В семь часов мне передали, что он в больнице. Я побежала, но вокруг больницы уже стояла кольцом милиция. Никого не пускали. Одни машины скорой помощи заезжали. Милиционеры кричали. Машины зашкаливают. Не приближайтесь. Не одна я. Все жены прибежали. Все, у кого мужья, в эту ночь оказались на станции. Я бросилась искать свою знакомую. Она работала врачом в этой больнице. Схватила ее за халат, когда она выходила из машины. Пропусти меня. Не могу. С ним плохо. С ними совсем плохо. Держу ее. Только посмотреть. Ладно, говорит. Тогда бежим. На 15-20 минут. Я увидела его. Отекший весь. Опухший. Глаз почти нет. Надо молока. Много молока, сказала мне знакомая. Чтобы они выпили хотя бы по 3 литра. Но он не пьет молоко. Сейчас будет пить. Многие врачи, медсестры, особенно санитарки этой больницы, через какое-то время заболеют. Умрут. Но тогда никто этого не знал. В 10 утра умер оператор Шашинок. Умер первым. В первый день мы узнали, что под развалинами остался второй. Валера Хадимчук. Так его и не достали. Запетонировали. Но мы еще не знали, что они все первые. Спрашиваю. Васенька, что делать? Уезжай отсюда, уезжай. У тебя будет ребенок. А я беременная. Но как я его оставлю? Просит. Уезжай, спасай ребенка. Сначала я должна принести тебе молоко, а потом решим. Вечером в больницу не пропустили. Море людей вокруг. Я стояла напротив его окна. Он подошел и что-то мне кричал. Так отчаянно. В толпе кто-то расслышал. Их увозят ночью в Москву. Жены сбились все в одну кучу. Решили, поедем с ними. Пустите нас к нашим мужьям. Не имеете права. Бились, царапались. Солдаты уже стояли. Нас отталкивали. Тогда вышел врач и подтвердил, что они полетят на самолете в Москву. Но нам нужно принести им одежду. Та, в которой они были на станции, сгорела. Автобусы уже не ходили. И мы бегом через весь город. Прибежали с сумками. А самолет уже улетел. Нас специально обманули. Чтобы мы не кричали, не плакали. Ночь. По одну сторону улицы автобусы. Сотни автобусов. Уже готовили город к эвакуации. А по другую сторону сотни пожарных машин. Пригнали отовсюду. Вся улица в белой пене. Мы по ней идем. Ругаемся и плачем. По радио объявили, что, возможно, город эвакуирует на 3-5 дней. Возьмите с собой теплые вещи и спортивные костюмы. Будете жить в лесах, в палатках. Люди даже обрадовались. На природу. Встретим там 1 мая. Необычно. Готовили в дорогу шашлыки. Брали с собой гитары, магнитофоны. Плакали только те, чьи мужья пострадали. Не помню дороги. Будто очнулась, когда увидела его мать. Мама. Вася в Москве. Увезли специальным самолетом. Но мы досадили огород. А через неделю деревню эвакуируют. Кто знал? Кто тогда это знал? К вечеру у меня открылась рвота. Я на 6-м месяце беременности. Мне так плохо. Ночью снится, что он зовет меня. И пока он был жив, все звал меня во сне. Люся, Люсенька. А когда умер, ни разу не позвал. Ни разу. Встаю я утром с мыслью, что поеду в Москву сама. Куда ты такая? Плачет мать. Собрали в дорогу и отца. Он снял со сберкнижки деньги, которые у них были. Все деньги. Дороги не помню. Дорога опять выпала из памяти. В Москве у первого милиционера спросили, в какой больнице лежат чернобыльские пожарники. И он нам сказал. Шестая больница на Щукинской. В эту больницу специальная радиологическая больница. Без пропусков не пускали. Я дала деньги вахтеру. И тогда она говорит, иди. Кого-то опять просила, молила. И вот сижу в кабинете у заведующей радиологическим отделением Мангелины Васильевны Гуськовой. Тогда еще и не знала, как ее зовут. Ничего не запоминала. Я знала только, что должна увидеть его. Она сразу меня спросила. У вас есть дети? Как я признаюсь? И уже понимаю, что надо скрыть мою беременность. Не пустят к нему. Хорошо, что я худенькая. Ничего по мне незаметно. Есть, отвечаю. Сколько? Думаю, надо сказать, что двое. Если один, все равно не пустят. Мальчик и девочка. Раз двое, то рожать, видно, больше не придется. Теперь слушай. Центральная нервная система поражена полностью. Костный мозг поражен полностью. Ну ладно, думаю, станет немножко нервным. Еще слушай. Если заплачешь, я тебя сразу отправлю. Обниматься и целоваться нельзя. Близко не подходить. Даю полчаса. Но я знала, что уже отсюда не уйду. Если уйду, то с ним. Поклялась себе. Захожу. Они сидят на кровати, играют в карты и смеются. Вася, кричат ему. Поворачивается. О, братцы, я пропал. И здесь нашла. Смешной такой пижама на нем, сорок восьмого размера. А у него пятьдесят второй. Короткие рукава, короткие штанишки. Но опухоль с лица уже сошла. Им вливали какой-то раствор. А чего это ты вдруг пропал, спрашиваю? И он хочет меня обнять. Сиди, сиди, не пускает его ко мне врач. Нечего тут обниматься. На следующий день, когда я пришла, они уже лежали по одному, каждый в отдельной палате. Им категорически запрещалось выходить в коридор, общаться с друг с другом. Перестукивались через стенку. Точка, точка, тире, точка, тире. Врачи объяснили это тем, что каждый организм по-разному реагирует на дозы облучения. И то, что выдержит один, другому не под силу. Там, где они лежали, зашкаливали даже стены. Слева, справа и этаж под ними. Там всех выселили. Ни одного больного не оставили. Под ними и над ними никого. Три дня я жила у своих московских знакомых. Они мне говорили, бери кастрюлю, бери миску, бери все, что надо. Я варила бульон из индюшки на шесть человек. Шесть наших ребят, пожарников, из одной смены. Они все дежурили в ту ночь. Ващук, кибенок, тетенок, правик, тищура. В магазине купила им всем зубную пасту, щетки, мыло. Ничего этого в больнице не было. Маленькие полотенца купила. Я удивляюсь теперь своим знакомым. Они, конечно, боялись. Не могли не бояться. Уже ходили всякие слухи. Но все равно сами мне предлагали. Бери все, что надо, бери. Как он, как они все. Они будут жить. Жить. Рано утром еду на базар. Оттуда к своим знакомым. Варю бульон. Все протереть, покрошить. Кто-то просил. Привези яблочко. С шестью пол-литровыми баночками. Всегда на шестерых. В больницу. Сижу до вечера. А вечером опять другой конец города. Насколько бы у меня так хватило. Но через три дня предложили, что можно жить в гостинице для медработников. На территории самой больницы. Боже, какое счастье. Но там нет кухни. Как я буду им готовить? Вам уже не надо готовить, говорят мне. Их желудки перестают воспринимать еду. Он стал меняться. Каждый день я встречала другого человека. Ожоги выходили наверх. Во рту, на языке, в щеках. Сначала появились маленькие язвочки. Потом они разрослись. Пластами отходила слизистая. Пленочками белыми. Цвет лица, цвет тела. Синий, красный, серо-бурый. А оно такое все мое. Такое любимое. Это нельзя рассказать. Это нельзя написать. В гостинице в первый же день дизометристы меня замерили. Одежда, сумка, кошелек, туфли. Все горело. И все это тут же у меня забрали. Даже нижнее белье. Не тронули только деньги. Взамен выдали больничный халат 56-го размера, а тапочки 43-го. Одежду сказали, может, привезем, а может и нет. Навряд ли. Она поддается чистке. В таком виде я и появилась перед ним. Испугался. Батюшки, что с тобой? А я все-таки похитрялась варить бульон. Ставила кипятильник в стеклянную банку, брала кусочки курицы, маленькие-маленькие. Потом кто-то отдал мне свою кастрюльку. Кажется, уборщица или дежурная гостиница. Кто-то досочку, на которой я резала свежую петрушку. В больничном халате сама я не могла добраться до базара. Кто-то мне эту зелень приносил. Но все бесполезно. Он не мог даже пить. Проглотить сырое яйцо. А мне хотелось достать что-нибудь вкусненькое. Будто это могло помочь. Добежала до почты. Девочки, прошу. Мне надо срочно позвонить моим родителям в Ивано-Франковск. У меня здесь умирает муж. Почему-то они сразу догадались, откуда я и кто мой муж. Моментально соединили. Мой отец, сестра и брат в тот же день вылетели ко мне в Москву. Они привезли мне вещи, деньги. 9 мая. Он всегда говорил. Ты не представляешь, какая красивая Москва. Особенно на День Победы, когда салют. Я хочу, чтобы ты увидела. Сижу возле него в палате. Открыл глаза. Сейчас день или вечер. 9 вечера. Открывай окно. Начинается салют. Я открыла окно. Восьмой этаж. Весь город перед нами. Букет огня взметнулся в небо. Вот это да. Я обещал тебе, что покажу Москву. Я обещал, что по праздникам буду всю жизнь дарить тебе цветы. Оглянулась, достает из-под подушки три гвоздики. Дал медсестре деньги и она купила. Подбежала и целую. Мой единственный. Любовь моя. Разворчался. Что тебе приказывают врачи? Нельзя меня обнимать. Нельзя целовать. Мне не разрешили его обнимать. Но я... Я поднимала и сажала его. Перестилала постель. Ставила градусник и вынимала. Приносила и уносила судно. Об этом никто ничего не говорил. Хорошо, что не в палате, а в коридоре. У меня закружилась голова. Я ухватилась за подоконник. Мимо шел врач. Он взял меня за руку и неожиданно. Вы беременная? Нет, нет. Я так испугалась, что нас кто-нибудь услышит. Не обманывайте, вздохнул он. Я так растерялась, что не успела его ни о чем попросить. На завтра меня вызывают к заведующей. Почему вы меня обманули, спросила она. Не было выхода. Скажи я правду, отправили бы домой. Святая ложь. Что вы наделали? Американский профессор, доктор Гейл? Это он делал операцию по пересадке костного мозга. Утешал меня. Надежда есть маленькая, но есть. Такой могучий организм, такой сильный парень. Вызвали всех его родственников. Две сестры приехали из Белоруссии. Брат из Ленинграда там служил. Младшая Наташа, ей было 14 лет, очень плакала и боялась. Но ее костный мозг подошел лучше всех. Я уже могу об этом рассказывать. Раньше не могла. Я 10 лет молчала. 10 лет. Когда он узнал, что костный мозг берут у его младшей сестрички, наотрез отказался. Я лучше умру, не трогайте ее, она маленькая. Старшей сестре Люди было 28 лет. Она сама медсестра, понимала, на что идет. Только бы он жил, говорила она. Я видела операцию. Они лежали рядышком на столах. Там большое окно в операционном зале. Операция длилась два часа. Когда закончили, хуже было люди, чем ему. У нее на груди 18 проколов. Тяжело выходила из-под наркоза и сейчас болеет. На инвалидности была красивая, сильная девушка. Замуж не вышла. А я тогда металась из одной палаты в другую, от него к ней. Он лежал уже не в обычной палате, а в специальной барокамере за прозрачной пленкой, куда заходить не разрешалось. Там специальные приспособления есть, чтобы не заходя под планку вводить уколы, ставить катетер. Но все на липучках, на замочках, и я научилась ими пользоваться. Отсовывать и пробираться к нему. Другие барокамеры, где лежали наши ребята, обслуживали солдаты, потому что штатные санитары отказались, требовали защитной одежды. Солдаты выносили судно, протирали полы, меняли постельное белье, все делали. Откуда там появились солдаты, не спрашивала. Только он, он а каждый день слышу «Умер, умер, умер тещура, умер тетенок, умер, как молотком по темечку». Стул 25-30 раз в сутки с кровью и слизью кожа начала трескаться на руках и ногах. Все покрылось волдырями. Когда он ворочил головой, на подушке оставались клочья волос. Я пыталась шутить. Даже удобно, не надо носить расческу. Скоро их всех подстригли. Его я стригла сама. Я все хотела ему делать сама. Если бы я могла выдержать физически, то я все 24 часа не ушла бы от него. Мне каждую минутку было жалко. Минутку и то жалко. Отлучилась, возвращаюсь, на столике у него апельсин. Большой, не желтый, а розовый, улыбается. Меня угостили, возьми себе. А медсестра через пленочку машет, что нельзя этот апельсин есть. Раз возле него уже какое-то время полежал, его не то что есть, к нему прикасаться страшно. Ну съешь, просит. Ты же любишь апельсины, я беру апельсин в руки. А он в это время закрывает глаза и засыпает. Ему все время делали уколы, чтобы он спал, наркотики. Медсестра смотрит на меня в ужасе, а я? Я готова сделать все, чтобы только он не думал о смерти и о том, что болезнь его ужасная, что я его боюсь. Обрывок какого-то разговора у меня в памяти. Кто-то увещевает. Вы должны не забывать, перед вами уже не муж, нелюбимый человека, радиоактивный объект с высокой плотностью заражения. Вы же не самоубийцы, возьмите себя в руки. А я как умалишенная, я его люблю, я его люблю. Он спал, я шептала, я тебя люблю. шла шла больничному двору, я тебя люблю. Несла судно, я тебя люблю. Вспоминала, как мы с ним раньше жили, в нашем общежитии. Он засыпал ночью только тогда, когда возьмет меня за руку. У него была такая привычка во сне держать меня за руку всю ночь. А в больнице я возьму его руку и не отпускаю. Ночь, тишина, мы одни. Посмотрел на меня внимательно-внимательно и вдруг говорит, так хочу увидеть нашего ребенка, какой он? А как мы его назовем? Ну это ты уже сама придумаешь. Почему я сама, если нас двое? Тогда если родится мальчик, пусть будет Вася, а если девочка Наташка? Как это Вася? У меня уже один Вася есть, ты, мне другого не надо. Я еще не знала, как я его любила. Он, только он, как слепая. Даже не чувствовала толчков под сердцем. Хотя была уже на шестом месяце, я думала, что он внутри меня, мой маленький, и он защищен. Дальше последнее, помню вспышками, обрыв. Ночь, сижу возле него на стульчике, в восемь утра. Васенька, я пойду, я немножко отдохну. Откроет и закроет глаза, отпустил. Только дойду до гостиницы, до своей комнаты, лягу на пол, на кровати лежать не могла, так как все болело, как уже стучит санитарка. Иди, беги к нему, зовет беспощадно. А в то утро, Таня, Кибенок, так меня просила, молила, поедем со мной на кладбище, я без тебя не смогу. В то утро хоронили Витю и Володю Правика. С Витей они были друзья, мы дружили семьями. За день до взрыва вместе фотографировались у нас в общежитии. Такие они, наши мужья там красивые, веселые. Последний день нашей той жизни, такие мы счастливые. Вернулась с кладбища, быстренько звоню на пост медсестре. Как он там? Пятнадцать минут назад умер. Как? Я всю ночь у него, только на три часа отлучилась, встала у окна и кричала почему, за что, смотрела на небо и кричала на всю гостиницу. Ко мне боялись подойти, опомнилась, напоследок его увижу, увижу. Скатилась с лестницы, он лежал еще в барокамере, не увезли. Последние слова его Люся, Люсенька, только отошла, сейчас прибежит, успокоила медсестра, вздохнул и затих. Похоронили Василия Игнатенко на Митинском кладбище в Цинковом гробу. Вдова Людмила после этого вернулась в свой родной город, но через какое-то время получила квартиру в Киеве. Посечать могилу покойного мужа ей можно было только раз в год, 26 апреля. Именно в этот день прямо на кладбище у Людмилы начались схватки. В больнице женщина родила на вид здоровую девочку, но малышка прожила только 4 часа. У нее был врожденный цирроз печени, повреждены легкие. Врачи были уверены, что у Люды больше никогда не будет детей. Однако уже через несколько лет она родила сына. Так, как рожают одинокие женщины для себя. Мальчика назвали Толиком. С самого детства он на группе инвалидности, болен астмой, постоянно посещает больницы. Людмиле тоже пришлось поплатиться здоровьем за те дни, проведенные с Василием. У нее целый букет различных заболеваний, а недавно произошел микроинсульт. Несмотря на все это, женщина признается, что счастлива. Рядом с ней ее любимый сын. Пусть им и приходится не сладко. Самые страшные дни уже позади. Продолжение следует...